здравствуйте друзья у меня для вас снова пророчество о судьбе я прошу прощения за то что вам дольше чем другим пришлось ждать мои гадания на апрель поверьте это не результат моей рассеянности или линии со мной в последнее время происходят удивительные вещи и не сказать что чудесно хорошие я пока сомневаюсь стоит ли выносить это на все на суд публики и рассказывает всем об этом о моих происшествиях хотя может быть это было бы любопытно ну может быть продолжение в следующих сериях моего тару календаря я расскажу чем я здесь занята и да у меня гадание для рыб на апреле 2021 года вот это цифра 21 если снова они в обратную сторону я не виновата я не понимаю как это работает выбрала я для вас и ваших соседей карты двусторонние тару вы видели их уже у меня двусторонний тару вообще конечно идея ну так себе карты без рубашек гадальные карты или игральные карты вы понимаете да что это нонсенс это дискредитирует саму идею года гадание потому что очень большой соблазн карты выбирать когда с обратной стороны у тебя и масти и значение карты есть да еще и иллюстрации ты волей-неволей заранее знаешь что ты себе можешь нагадать она для общее гадание вот для таких предсказаний эти карты подходят потому что вы же на меня смотрите постоянные можете мне проконтролировать вы видите что я карты не выбираю честно их произвольно достаю из колодки я уверена что у вас масса планов на апрель как у всех я только попробую вам рассказать насколько этим планом суждено спится и еще я хочу чтобы вы не только оценили предсказательную силу тару но и услышали советы карты поэтому в конце у меня будет такой маленький абзац советы а пока займемся предсказательной частью четыре темы жизненно важные почти что для каждого я хочу осветить да это работа деньги любовь и семья вот так начнем с работы перемены вас ждут непременно непременно вас ждут перемены хорошие счастливые можно сказать триумфальные немножко вызывает сомнение только то что вы выйдете к этим переменам как будто бы сами не причастны как будто бы вы сами ручку ты не приложили как будто бы прям знаете вот все без вашего выбора и случается люди как правило теряются если что-то меняется пусть даже в лучшую сторону но не по их выбору да не по их воле крис просите карта колесница там здесь упадает ну колесница перемены и как перемены или в некоторых случаях это может быть дорога а скорее всего это и то и другое то есть удачная дорога удачный переезд удачная смена работы или в конце концов удачная командировка девятка кубков карта гарантирует здесь эмоциональный комфорт то есть она вас как бы успокаивает немножко говорит что да очень много поменяется у вас в профессиональной бизнес сфере но успокойтесь это максимально комфортно для вас пройдет эта карта описывает такой эмоциональный комфорт а еще она описывает коллектив друзей очень дружеский коллектив то есть вы знаете вот перемены любые ведь даже самые невозможные не страшны когда вы не одни когда вы у вас есть поддержка когда перемены эти касается не только вас а касаются других людей ваших коллег людей с которой вместе с вами работают девятка жезлов сообщать нам о подвиге который непременно будет иметь место вашей жизни в вашей профессии или на работе удастся очень хорошо поработать то есть это ответ да на вопрос насколько вы хорошо поработаете например насколько вы вот вложитесь что ли в работу или в бизнес насколько вы сможете собой гордиться насколько вы преодолеете препятствия размахнись рука заболе плечо по вам так говорят вот это значение девятки жезлов она описывает для вас трудную работу но дающую максимальный успех или и максимальный какой-то удовлетворение поэтому вот в таком наборе карты мне кажется обещать все что вообще в принципе карты могут пообещать человеку ищущему смысле работы с одной стороны есть перемены то есть нет рутины нет опасности засидеться для вас заскучать с другой стороны есть место где развернуться вашим талантом и вашей энергии и с третьей есть группа поддержки причем очень мощно это люди которые полностью за вас как будто бы они вас прям даже любят так вот карты активные призывают вас ко многому то есть призывает вас собственно как две девятки сошлись вы знаете это очень хороший знак счастье призывают вас карты с одной стороны ко активности личную силу силу характера проявлять и с другой еще и очень близкий контакт входить с людьми и тогда вместе вы добьетесь общем все денежные дела теперь вот с денежными делами все значительно более запутано значительно более запутано и еще раз значительно более запутано тоже две семерки сошлись там две девятки вас был а здесь две семерки и вы знаете но это опасная пара семерка кубков в середине иллюзии и заблуждения вот показательно вам даже переверну карту на оборотную сторону да вот видите здесь человек рассматривает кубки здесь какой-то искушающий светлый лик середине да человек рассматривает кубки тут они как бы пустым на самом деле в них что-то лежит 7 кубков это 7 сосудов с ценными вещами как ячейки в хранилище в банке и вот он за ними вроде бы как тянется верит обещание хочет взять но на самом деле ох как страшно с обратной стороны смотрите все нарисовано да на самом деле этот человек находится сам на булическом сне и все это ему снится искушение иллюзии самообмана над тем денег вас ждут то есть суммы денежные выгоды какие-то за которыми вы потянетесь будут призрачными ложные дары эта карта называется ложный дар или ложные дары но еще более пугающее присутствие семерки мечей рядом семерка мечей это не искренность и интрига такое чувство что какой-то человек появляется здесь рядом с вами хотя вряд ли один человек скорее даже коллектив какой-то что ли набор как люди в общем люди которые что-то вам не договорят и захотят вас обольстить увести от истинных ценностей от реальных возможностей что вы можете заработать и что нет то есть люди которые вам просто наговорят чего-то наобещают увлекут несуществующими несуществующие выгоды и маржой кто-то будет откровенно не искренним с вами в деньгах обман еще карта конечно вот представьте они в паре сошлись вот это самообман карта а вот это обман и как бы в что вместе то получается даже просто гремучая смесь но это уже из раз из категории совета конечно реальных хороших денежных карт здесь совершенно нету все только призрак призрак денег мелькнет перед рыбами в апреле сверкнет блестящим и хвостом кометы галлея но ухватить за этот хвостик никак пока нельзя от ускобков вроде бы такая хорошая карта но здесь в этом наборе он только усугубляет понимаете туз кубков это обещание вот вам фортуна в лице других людей пообещает деньги возможность заработать что-то выгодно купить или продать в общем возможность как-то обогатиться но это будет пшик чтобы вот эту историю про денежное искушение вывести в настоящую жизнь потребуется уже время и какие-то совершенно другие ресурсы в общем смотрите будь здоров будь крупных обещаний будь людей которые вас захотят повезти куда-то в сомнительное хоть и теплое место на денежную наживку который вас потащит на денежную наживку теперь любовь ну конечно в начале весны очень многих темы любви беспокоит время это я согласна романтическая а давайте договоримся что мы еще пока в начале весны находимся правда это уже не так но ладно для одиноких женщин рыб давайте начнем с этой аудитории хотя таких наверное мало может быть и меньшинство но для одиноких женщин рыб карты обещают новое знакомство я настаиваю на слово новое ключевое с очень каким-то практичным человеком центральная фигура в вашем раскладе вашем гадание король пентаклей вы можете его любить или сожалеть о нем а он может вам не нравится может вас раздражать занудством и своей какой-то скучностью и традиционность но он есть он реальный персонаж он очень реально оценивает ваши возможности и свои и он очень годится вам мужья то есть буквально карты торопятся нам сказать что этом с вами в апреле будет крутиться какой-то персонаж годный в мужья все что о нем известно то есть практичный хозяйственный хорошо зарабатывающий стоящий на ногах состоятельный уверенный верный что для рыб кстати не имеет никакой ценности это качество ну какой есть вот верный человек и появится он я настаиваю что он это будет новый человек потому что соседняя карта это паш мечей пожить при наличии более крупных придворных карт акцентирует на новизне новый человек новый человек вот появится вашей жизни это знакомство принесет вашу жизнь вполне возможно не свободу как минимум новое обязательство потому что карта повешенной здесь впадает вы знаете возможно не так весело и не с таким желанием или не с таким энтузиазмом вы окунетесь в эти отношения ну может быть даже карты говорят что вы будете вынуждены поддерживать любовную историю с этим человеком каким-то причинам пока может быть захотите захотите его узнать пока не торопитесь делать вывод да и в общем пока 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 а вот вот так если вы уже состоите в отношениях и задаете картам вопрос как будет складываться уже известна любовная история в это время вот так вот так ждет вас решение каких-то очень практичных для вас не такой впечатляющий может быть прогноз то есть если вы про текущую историю любовную спрашиваете ваш партнер ваш любимый человек проявит удивительную практичность возможно замуж позовет возможно просто не знаю там своим присутствием или своими планами добавит вам какой-то ответственности вашу жизнь карты знаете вроде бы как они плотные такие неплохие но они все очень далеки от любви то есть эти у меня язык не поворачивается обещать вам роман чувство влюбленность признание обещание расставания ничего подобного здесь ну расчет ну необходимость но изобретение вот таким картам получается как будто бы девушка замучилась ходить на работу и догадалась прозрела выйти замуж за богатого человека ну и пусть что по нужде зато на работу ходить не надо вот я знаю что говорю я много человеческих историй проходила благодаря своему ремеслу вот вполне возможно что карты дают вам совет присмотритесь какому-то мужчине какому-то человеку который рядом с вами который может дать вам очень много не практического денежного комфорта свободу правда заберет напрочь ну и ладно иногда можно поменять одно на другое все же зависит от цены вопрос и теперь домашние дела домашние дела дом семья квартира и ваши родственники ждут вас какие-то неизбежные перемены в семейных делах карты очень разные очень такой мозаичный эклектичный расклад у вас получается с одной стороны карта смерть обещает да неизбежные какие-то фатальные перемены в домашних делах это конец одного места жительства и начало нового конец вашего проживания в этой стране или вашем в этом городе или в этой квартире не важно перемены очень серьезные обжалованию не подлежат путей назад нет мосты сожжены в общем все все меняется кто-то уезжает из дома возможно не вы а ребенок вырос и вылетел из гнезда уезжает в америку учиться у вас не хоть это вырвалась в америку вырвалась правда не хотела даже сказать вот и оговорка ну в общем вот так вот вот тоже здесь больше из категории совета конечно карта королева жезлов говорит о продолжающихся всяких таких вот разных историй вот вот все что отложено было в ваших домашних делах или в ваших каких-то семейных делах проекта все это перезагрузится получит новые перспективы домашние дела переезд покупки и продажи ремонты съехаться разъехаться расширить семью сузить семью все это в общем вы вернетесь карта продолжение знаете вот все что было до этого в общем ничего но это ничего нового общий девиз ваших семейных делах получается так а ничего нового все про что я вам сейчас рассказываю рассказывает про все очень хорошо знать это что поменяться все это должно неизбежно и то что для вашего энтузиазма или для вашего выбора много заборов стоит каких-то ограничений то есть очень много трудностей связано с домом или семьей разрешите вы абсолютно абсолютно не в силах потому что здесь действуют какие-то но планетарные может быть обстоятельства ну а теперь советы советы немножко мы вернемся поэтому совету маленький абзац советами первое про работу совет только один дерзайте перемен не бойтесь вы ими не управляете тут же карта колесница у вас ведущие в этими переменами на работе в работе в бизнесе абсолютно не управляете узнаете вообразите себе это ощущение вы летите в колеснице и у вас нет поводиев знаете как автомобиль на серпантине а у вас нет руля рулевого колеса вот примерно так вот такие ощущения будут в работе но люди поддержат и сами вы отличитесь будете героем даже собственных глазах про деньги ну все прах вот все что в денежном смысле будет апрель приносить и покажется это таким хорошим таким денежным таким полезным все это нет все это чуть-чуть обмана чуть-чуть самообмана но это более 90 процентов для рыб свойственно это у свойства вашего знака вы любите сам обманываться что уж тут рыба для жителей двенадцатого дома а самообманы они в зодиаке как раз сконцентрированы в этой вашей ноге в двенадцатом доме и ну опасайтесь людей которые обещают лишнего опасайтесь идей которые обещают лишнего в любви карты вам советуют обменять свободу на деньги как я уже сказала идите замуж пока зовут вот кстати насколько расплывчатые перспективы у вас деньгах настолько же они четкие очень очень реально идут в личной жизни поэтому может быть можно даже как-то сконцентрироваться на этом советы советы на тему семьи для рыб я прям теряюсь отказаться от инициатива вместе карта вам советует отказаться от своего выбора от инициативы ну и что что королева жезла здесь центральная карта но здесь есть и другие карты которые ее прямо так вот забивают как будто бы прячут от нас очень много фатума в семейных делах все что будет происходить не нуждается в вашем контроле и даже в ваших комментариях и даже в ваших советах какие-то остановки на эту тему какие-то перемены на эту тему все это работа судьбы все это усилия вселенной принимайте все как есть вот такой совет вам в семейных и и в домашний тело до принимайте все как как есть не старайтесь даже не старайтесь что не торопите события не напрягайте пространство не пытайтесь продавливать стены руками все все равно будет как будет спасибо вам что продолжаете меня смотреть я прошу новых зрителей подписаться на канал как это положено как это все делают пожалуйста ставьте ваши лайки и дизлайки и увидимся